Депортация – это мера воздействия, применяемая к иностранцам, нарушающим российское миграционное законодательство. Как правило, это касается нелегальных трудовых мигрантов, которые по большей части являются выходцами из стран Центральной Азии и Республики Молдова. Применение таких мер предполагает в будущем запрет на въезд в РФ. Сегодня мы разберемся, как долго он может длиться, как узнать срок депортации, когда это может потребоваться, и ответим на другие интересующие читателей вопросы. Депортация – общие сведения. В соответствии с ССТ, два федерального закона о правовом положении иностранцев в РФ 25 июля 2002 года номер 115 ФЗ, депортация считается мера правового воздействия, выраженная в высылке лица за территорию. Страны в случае потери или прекращения действия оснований для его законного пребывания в России. Например, в случае истечения срока действия визы, разрешения на временное проживание, ВНЖ или срока нахождения в стране в безвизовом порядке. Кроме того, основанием для депортации может послужить нарушение порядка жительства либо незаконный въезд в страну. Депортация не может применяться к лицам, имеющим гражданство страны, а также иностранцам, находящим и проживающим в ней на законных основаниях. Кроме того, международное право запрещает применять депортацию к беженцам, лицам, запросившим такой гуманитарный статус, а также лицам, которым в нем было отказано, однако они не могут быть. Высланы по гуманитарным причинам. Лицо, подвергаемое депортации, вправе обжаловать принятые решения, представить аргументы против его принятия и требовать его пересмотра. Срок высылки из РФ. Мало кто знает, но если депортировали из России, сама высылка из страны – далеко не единственная для нарушителей миграционных правил проблема. Дело в том, что в ближайшее время такой мигрант не сможет вернуться обратно на территорию РФ. При депортации в его загранпаспорте ставится отметка о запрете на въезд в Россию. Но даже если он планирует въехать в страну по другим документам, этот вариант не пройдет. Данные о запрете на въезд вносятся в пограничную миграционную базу. Разберемся, сколько длится депортация иностранных граждан из РФ. Действительно, ограничение накладывается не навсегда. В соответствии с ССТ 27 Федерального закона о порядке въезда-выезда из РФ от 15 августа 1996 года номер 114 ФЗ ограничение в праве на въезд в РФ, связанное с принудительной высылкой, может быть наложено. В случае однократной. Депортация человека на срок в 5 лет с момента высылки. В случае неоднократной депортации на срок в 10 лет с момента высылки. В случае не погашения расходов, связанных с депортацией, на время. До фактического погашения таких расходов. Таким образом, дата, когда можно вернуться обратно после депортации, прямо зависит от того, какой по счету раз иностранец депортируется из России. Так, минимальный срок его высылки составит 5 лет. В сети можно встретить информацию, будто срок запрета на въезд зависит от срока и других особенностей нарушения миграционных правил. И это действительно так, но только тогда, когда такие нарушения не приводят к депортации, в случае ее применения минимальный срок ограничения во въезде составит 5 лет. Учитывая то, что закон не устанавливает, на сколько лет депортируют в случае третьей высылки, логично предположить, что срок запрета также составит 10 лет с момента высылки. Обращаем внимание, что аналогичные условия действуют также и в отношении административного выдворения. Кроме того, въезд в РФ может быть ограничен иностранным гражданам в случаях, когда соответствующее решение пограничной службы РФ обосновывает обороноспособностью и безопасностью государства. Реадмиссия иностранных граждан в течение трех лет после добровольного выезда, наличие у иностранцев неснятой или непогашенной судимости, непредставление иностранными гражданами документов, необходимых для оформления визы, непредставление обязательной медицинской страховки, если она является обязательной для въезда, непредставление доказательств наличия средств на собственное. Содержание, если они являются обязательными, если принято решение о нежелательности пребывания лица в РФ, если для въезда были использованы поддельные документы, если в период своего последнего. Пребывание РФ иностранцы превышали срок пребывания, накладывается запрет на три года и так далее. Когда нужно проверять срок действия депортации? Информация о сроке действия запрета на въезд актуальная для всех иностранцев, чья жизнь так или иначе связана с Россией, а также для тех, кто в прошлом был депортирован из нее, но планирует в скором. Времени пересекать ее границу. Проверить наличие данных о запрете на въезд в базе миграционных и пограничных органов необходимо, в случае устройства на работу в России, в случае переезда на постоянное место жительства и при планах получить российский паспорт, при желании навестить родственников, при желании получить образование в российском ВУЗе, даже в том случае, если Россия – транзитное государство, на пути, например, в Украину или Прибалтику, в любом ином случае пересечения границы РФ. Проверить информацию о наличии запрета на въезд в РФ и сроках его действия иностранцы могут двумя способами направить письменное обращение в миграционную службу, сформировать электронный. Запрос на сервисе ГУВМ МВД. Запрос в ГУВМ МВД. Единственная возможность иностранца получить от миграционной службы официальный ответ относительно сроков действия запрета на въезд – это направить письменный запрос в ГУВМ МВД бывшая. ФМС. Он составляется в свободной форме, но обязательно должен содержать наименование организации, на адрес которой направляется запрос, анкетные данные заявителя, в том числе фиолатиницей. И кириллицей – дату и место рождения, пол, паспортные данные, адрес места постоянного проживания, указания на факт депортации, при наличии указать дату и основание ее применения, суть вопроса. Просьба предоставить сведения о факте наложения запретов на въезд, дате его наложения, сроках его действия и дате истечения срока его действия, с которой заявитель свободно сможет совершать. Действия по пересечению границы РФ, дату и подпись. С образцом заявления можно ознакомиться ниже. Скачать докс 19 килобайт, каких-либо дополнительных документов прикладывать не нужно. В описываемой ситуации предполагается, что депортированный иностранец Априори находится за границей РФ, потому, а его личное обращение в миграционные органы невозможно, б, он не имеет. В России место жительства, потому обращаться придется в центральный аппарат миграционного ведомства. С учетом вышесказанного заявления необходимо направлять в отдел по рассмотрению обращений граждан и организации ГУВМ МВД по адресу город Москва, Боярский переулок, дом 4, строение 1. Ответить миграционная служба должна в течение 30 дней с момента регистрации заявления. В качестве альтернативного варианта заявитель может направить в ГУВМ МВД своего представителя по доверенности. Направление электронного запроса. Альтернативный вариант – формирование онлайн-запроса на сайте ГУВМ МВД. При помощи электронного сервиса заявители получают доступ к базе миграционных органов. В отличие от традиционного письменного запроса, время обработки электронной формы не займет больше нескольких минут. Но есть и минусы. Предоставляемая сервисом информация не является официальной и носит лишь справочный характер. На практике бывают случаи, когда информация отсутствовала в базе, однако на деле запрет существовал и иностранец не мог въехать в РФ. Тем не менее, для справки воспользоваться сервисом все же стоит, перейдите на сайт ГУВМ МВД HTTP. Сервисы. ГУВМ. МВД РФ Инфо Сервис. Заполните анкету, которую предлагает электронный. Сервис. Проверьте правильность и полноту их заполнения, введите КОПЧУ, отправьте запрос, дождитесь обработки персональных данных и получите ответ. Такая проверка полностью бесплатная. Как сократить срок запрета на въезд? Один из самых распространенных вариантов манипуляции и мошенничества у мигрантов – сокращение срока депортации. Разного рода миграционные юристы, давая депортированным иностранцам устные консультации, обещают им сократить сроки наложенных на них запретов на въезд. Запомните, это обман. Все сроки наложенных ограничений в миграционном праве четко сформулированы и не предполагают выбора срока их наложения от еда, как это бывает, например, в уголовном праве. Более того, ни одна из существующих сегодня норм миграционного законодательства не дает права сокращать срок наложенного запрета на въезд. Если человек депортирован, то он не сможет въехать в государство на протяжении следующих пять лет. Другой вопрос – обжалование решения о депортации. Только в том случае, если такое решение будет отменено, с иностранца может быть снят запрет. Само же по себе сокращение срока его действия законом не предусматривается. Распространенные вопросы. Выше мы рассмотрели все интересующие читатели вопросы. Если не все из них были решены после прочтения, рекомендуем задать их в комментариях или поискать в этом разделе. Можно вернуться в РФ после депортации. Нас часто спрашивают, можно ли вернуться в Россию после депортации. Исходя из вышесказанного, ответ положительный, ведь накладываемый на иностранцев запрет на въезд всегда носит временный характер. В любом случае он будет длиться от пяти до десяти лет, если отсутствуют иные основания для запрета на пересечение границы. Если они действительно отсутствуют, по истечении этого срока въезд будет открыт. Депортация и выдворение. В чем отличие? Депортация – это мера воздействия, в то время как выдворение – мера административной ответственности. Водворение применяется в качестве меры наказания за конкретные нарушения судом, в том время как депортация может быть применена лишь за несоблюдение сроков пребывания и проживания в РФ. Имеются отличия и в части органов, которые принимают решения об их применении. Можно ли обжаловать депортацию? Когда иностранцу стало известно о его депортации, у него есть три месяца на обжалование такого решения в суде по его месту жительства или по месту расположения органа, принявшего решение. Параллельно он должен ходатайствовать о приостановлении действия решения о депортации, иначе его вышлют еще до вынесения судебного решения. В суде он должен доказать отсутствие оснований для высылки, в противном случае суд примет позицию миграционных органов. Важно понять, через какой срок после депортации можно въезжать в Россию в случае обжалования. Если все делать правильно, то иностранцу не придется даже выезжать. Если же выехать все же пришлось, он сможет вернуться сразу после вступления в силу судебного решения. Заключение. В результате депортации на иностранца накладывается запрет на выезд. В зависимости от количества депортаций такой запрет составит от 5 до 10 лет. Проверить срок его действия можно на сайте ГУВММВД, либо нужно направить в миграционный орган письменный запрос. Сократить срок запрета не удастся, однако в течение трех месяцев после вынесения решения о высылке его можно обжаловать в судебном порядке. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!